Мир вам, братья и сёстры, христиане! Вы задаёте вопрос, брат, как и о чём молиться пять часов? Потому что я делился с вами тем, что у нас в поместной церкви молятся от одного часа до пяти, и Дух Святой открывал, что минимум нужно один час в день молиться. А брать, как правило, два-три часа. И так в церкви и совершается, я благодарен Богу, братья и сёстры. И некоторые из вас говорят, что я уже не говорю, но максимум полчаса у меня получается молитва. Другие говорят о том, что вот я читаю молитвы, уже, например, десять раз прочитала, и тоже у меня насобиралось максимум полчаса. Но, во-первых, я думаю, что многие христиане понимают, что не нужно читать молитвы. Молитва — это разговор с Богом, это то, что на сердце у вас, понимаете? А не читать заученные чужие молитвы. Конечно, может быть некая такая подсказка, структура какая-то вам, но нам нужно молиться много, братья и сёстры. И Господь наш молился, видите, порой и полночи, и целую ночь мог молиться. И история свидетельствует о том, что сильные мужи Божьи, они молились, и, как правило, вот это одна из отличительных черт настоящего христианина было, что они молились от трёх до десяти часов в день. Это во многом их укрепляло и давало им бодрствовать, потому что через молитву мы преображаемся, мы лучше понимаем Господа. Мы просто общаемся, понимаете? Даже как в мире говорят, с кем поведёшься, того наберёшься. Много вы общаетесь с Богом, вы будете даже как бы автоматически уже часть преображаться в образ Господня. И я помню, братья и сёстры, когда Господь мне указал, следующее было откровение от Духа Святого, я начал молиться и просить Господи. Вот я вижу братья, которые шли впереди меня, то есть они раньше стали христианами, но часть из них уже упало духовное падение, часть вообще, можно сказать, пошли в другие конфессии или, например, вообще в мир. Господи, я вижу, что я не так усилён, насколько сейчас я вижу, как они, и я не хочу упасть, я не хочу отпасть от Тебя, понимаете? И я начал просить, Господи, в чём причина? Или, по крайней мере, одна из главных причин. И Господь мне сказал, что они так и не научились молиться. И я начал спрашивать, Господь, что это означает, что они как-то некачественно молились или всё, или там есть какая-то, своего рода, формула молитвы. И Господь указал, они просто мало молились. И, кроме того, я говорю, другие были откровения, и пророчество Господь указывало, что минимум-минимум час в день нужно молиться. Что могу вам подсказать именно? О чём можно молиться пять часов? Ну, во-первых, очень важно, братья и сёстры, и очень хорошо, чтобы вы ревновали о дарованиях духовных, получили крещение Духом Святым. И тогда часть молитвы будете совершать уже и на иных языках. Часть на родном языке, часть на иных языках. Может, это будет и 10, и 20, и 30 процентов. Это все молитвы будете говорить на иных языках. И это очень сильно чудно, как мы и читаем. «Досягайте любви, ревнуйте о драх духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает Его. Он тайно говорит Духом». Вот это то, что часть людей, которые, например, не крещены Духом Святым, они этого не понимают и спарят, говорят, что вот там ученики первые, они говорили на разных языках, и их понимали другие народы. Братья и сестры, чтобы вы понимали, есть знамение иных языков, есть дар разных языков. Это разные понятия, и это нужно различать. Но прежде всего нужно быть покорны Господу и сказать Господу, что нужно ревновать о драх. Нужно ревновать. Видите? Потому что здесь о человеке сказано, когда он говорит Духом, когда он говорит на языках, никто не понимает Его. Он тайно говорит Духом, только понимает Бог. Это секрет даже дьявола для беса. Никто не понимает. И сам человек, который молится, не понимает, и не понимает рядом стоящий. Поэтому прежде всего, почему, когда люди получают крещение Духовестным, оно выражается через знамение иных языков. Это помогает им в молитве. Понимаете? Часть они молятся на родном языке, а часть молятся на иных языках, как Дух даёт им провощевать. То есть Он тайно говорит Духом. Дух Святой, когда тайствует за человека, Он знает глубже, может даже лучше понимать наши проблемы, трудности и как молиться. Но часть Господь хочет, чтобы мы на понятном языке молились к Нему. То есть тогда вы уже будете часть молитвы, например, даже если берём, ну берём три часа. Да, вы молитесь три часа в среднем, часа до пяти, например, три часа. То вы уже можете полчаса или час молиться на иных языках. Чередовать при этом, конечно, чередовать при этом с молитвами на родном языке. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой молится, но он устаётся без плода. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться Емом. Буду петь Духом, буду петь Емом. А в оригинале ещё оно только звучит из греческого, потому что на греческом языке написан Новый Завет. Стану молиться Духом, а также стану молиться Емом. То есть важно, чтобы Емомом, то, что вы понимаете, и важно как бы сердцем молиться Господу. на иных языках, понимаете? То есть вы не всё понимаете, но вы получили Дух Святой. Дух Святой молится за вас, Он помогает вам через ваши уста, и это уже будет, например, часть времени, часть уже дополнительно, чередуя родной язык и иные языки, уже больше у вас будет молитвы. То есть если вы молились, например, полчаса, а теперь вы будете молиться полчаса плюс ещё 10 минут, например, на иных языках или 15, то у вас уже будет 45 минут. Но прежде всего Слово Божие учит братья и сёстры нам, что мы непрестанно молитесь, за всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. То есть прежде всего нужно, конечно, благодарить Господу. Благодарить можно, как открывал Дух Святой, очень конкретно. Только за один день вы можете столько благодарить и за крупные, например, какие-то победы и приобретения, и даже за мелкие, даже за то, что, например, получилось вам купить, например, стул, за то, что Бог вас накормил, за то, что вы встретились, например, с каким-то человеком и могли засветить с Ниму Слово Божие. И вы порой будете, особенно в конце дня, вспоминать, что, сколько у вас произошло, вы увидите, сколько конкретно, даже по мелочах вы будете благодарить Господа, и сколько времени уже даже на это ведёт. Плюс проставлять Господа. Но также вы много можете пребывать в молитве, молитве и прошении, то есть просить что-то Господа. И как открывал Дух Святой, братья и сёстры, что за себя нужно молиться коротко, именно просить что-то за себя коротко. А в основном молитва у вас должна быть своего рода молитва любви, как Дух Святой открывал, то есть молитва за других людей. Что открывал Дух Святой? Как Он нам подсказывал, как это делать? Мы нашли были карту того селения, где мы находимся, улицы. И вот конкретно за каждую улицу, за людей на каждой улице, а может кто-то и знает с каких-то улиц людей, то ещё за них конкретно, за людей из каждой улицы в этом селении молимся. Господи, спасай их, вразумляй, освобождая от греха, если это в основном мирские люди. Конечно же, очень много мы молимся в церкви о членах церкви и о их семьях, о их родных, за кого они просят, чтобы Бог призвал их к паянию. И именно мы молимся, братья и сестры, когда, например, за члены церкви, молимся по плодах. То есть есть плоды Духа Святого, любовь, радость, мир и так далее. И вот мы просим тоже, Господи, ты видишь там брата, например, Николая, Господи, возрастай его в любви, особенно если что-то там замечаем, что Господи, особенно там в любви, например, к жене, к детям, возрастай его в любви. После этого, например, благодарим Господа и немножко помолились на иных языках. Потом дали, Господи, возрастай брата и в радости, чтобы у него и были и в жизни радости, и чтобы он мог видеть эти радости, учиться радоваться. Помоги ему в этом. Возрастай его в мире, и в мире и с соседями, и в мире с другими людьми, и одновременно сердечный мир, чтобы у него возрастал. Долготерпение, благости, милосердие, веры, кротости, воздержание. И подробно, подробно, подробно. И получается так, что, например, там даже 10-20 минут можно за одного члена церкви помолиться, а кроме того ещё за его родных, за кого он молится. За его детей, за его родных, и верующих, например, неверующих родных, неверующих в основном за то, чтобы они каялись, за верующих, за то, что Господь их благословлял, помогал. Можно так же, братья и сёстры, можно и повторно ничего страшного, если вы повторно ещё попросите о чём-то. Так же можно молиться. Молиться. И, например, как сейчас, между Украиной и Россией происходит война за мир в Украине. Более даже подробно молиться за начальствующих, за то, чтобы они приходили к некому пониманию, взаимному, например, смирению, чтобы могли договориться о том, что был мир и так далее, что-то в этом роде. И, конечно же, братья и сёстры, конечно же, это не всё сразу, не сразу вы сможете. Например, мне сегодня час, возможно, легче молиться, один час помолиться, нежели когда я начинал только более 20 лет назад служение, то пять минут порой мне казалось, что тяжелее помолиться, чем сейчас час. И оно, возникает у вас привычка, и вы тогда уже часть, конечно, нужно всегда усилие проявлять, но часть, вы как бы уже, привычка помогает вам, и вам уже легче даётся вот эта молитва. Более даже того, что вы уже часть молитесь немножко как бы заставляя себя, а часть молитесь доброохотно, молитесь уже, например, если вы там привыкли молиться три часа в день, и вы что-то там, ну, были какие-то дела, и вот, например, уже вечер, а вы помолились только полчаса, и вы чувствуете себя некомфортно в духовном смысле. Ему хочется помолиться, ещё хотя бы часок бы помолиться, хотя бы полтора часа. Конечно, тоже нужно учитывать, например, в тот день, когда служение, там вы можете немножко, как бы, дома уже непосредственно меньше помолиться, потому что вы на служении молитесь. То есть, тоже, это в среднем, например, там, если берём, там, в среднем, например, три часа, да, то какой-то день два часа, а какой-то день, и больше трёх часов. Но ещё напоминаю вам, что, конечно, смирение выше молитвы, понимаете, надо сначала стремиться к святости, к чистоте вашей жизни, и тогда, потому что много может усилена молитва праведника. Кроме того, конкретно просите Господа, вот, тоже некоторые, даже такие, ну, приблизительные сроки можете просить. И если видите, что вы просите, и конкретно по воле Господней вы просите, а нет, например, ответа, значит, нужно искать, что, может, вы что-то неправильно молитесь, или не так, и, может, вы в каком-то грехе нужно сначала покаяться, а потом уже совершать молитву. Ну, это уже само, скажем так, само качество, сама процедура молитвы уже. Непосредственно вы должны уже по ходу служения, вы будете иметь немножко больше уже опыта, вы будете видеть сами, но обязательно старайтесь, чтобы молитва у вас, вы говорили с Богом вживую, вы говорили с Богом, именно конкретно просили, если что-то, и когда вы видите, что вы просите по воле Господней, и, ну, скажем так, такие реальные сроки, чтобы вы просите, что Господи, там, ну, помоги мне, например, там, вот мне там задержка в зарплате, помоги, чтобы там зарплату, задержку просили, и вы просите, например, там, месяц, и месяц прошел, а еще дальше задержка зарплаты. Вы тогда можете, Господи, подскажи мне, что я, может, согрешаю, или что-то я не так делаю, Потому что, если вы настоящий христианин, Бог отвечает на молитвы, поймите. Это во многое вас укрепит в вере. Кроме того, вы лучше можете понимать, потому что Бог может обратно говорить к вам. Именно когда вы молитесь, вы можете слышать тоже слова от Господа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога от сообщения Святого Духа да пребудет с вами, братья и сестры. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok